Добрый день, уважаемые жители Астраханского района и гости района. Сегодня прямой эфир провожу снова я, главный специалист Астраханского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля Колесникова Тамара Юрьевна. Сегодняшняя наша тема – это одна из ряда особо опасных инфекций – тулеремия. Тулеремия относится к природно-очаговым заболеваниям. В природе источником инфекции являются дикие грызуны, зайцы, дикие андатры, крысы, домашние мыши. Все грызуны, обитающие в дикой природе и в домашних населенных пунктах, все могут болеть и переносить тулеремию, и заражать тулеремию, распространять тулеремию в природе и через людей. Значит, от человека к человеку тулеремия не передается. Больной тулеремией человек для окружающих не опасен. Значит, как заражается тулеремией? Можно заразиться при укусе клещей, находясь где-то на природе. Можно заразиться при употреблении в пищу загрязненных продуктов, овощей. Если у вас в складе или в погребе обитают грызуны, мыши, крысы, если они заражены тулеремией, они распространяют бактерию своими выделениями, своими испражнениями, загрязняют пищевые продукты, загрязняют овощи, которые у нас хранятся. И при неправильной, недостаточной обработке этой овощей, где-то употреблении в пищу недомытых овощей, и недостаточно термически обработанных продуктов, человек может заразиться тулеремией. Также тулеремией можно заразиться при вдыхании пыли. Это при уборке сена, соломы, при обработке зерновых культур. Также с испражнениями грызунов и в этих соломе, в сене и в зерне может находиться тулеремийная бактерия. При вдыхании ее человек заражается. И клинические проявления после заражения проявляются через 3 или 5 дней после заражения. Чем проявляются? Общей слабостью, температурой 37,5, головной болью, потливость, озноб, боли в мышцах. Обычно все эти общие для очень многих заболеваний признаки болезни мы списываем на очередную простуду. Вообще тулеремия маскируется под различные заболевания. Может протекать как пневмония, может протекать как ангина и может протекать как конъюнктивит, если попадет через слизистые глаз. Но в отличие от всех этих перечисленных заболеваний, при тулеремии еще идет воспаление лимфоузлов. Это подмышечных, паховых лимфоузлов. Лимфоузлы величиной достигают куриного яйца и при пальпации очень болезненные. Это отличительный признак именно тулеремии от всех вышеперечисленных болезней, которые очень похожи по клиническим признакам. Значит, лечение, самый надежный способ профилактики, профилактики, это, конечно, прививки в природных очагах тулеремии. У нас в районе три, я уже их перечисляла на прошлой неделе. Это у нас село Узункуль, село Шерликты и село Степное, где прививается все население с 7 до 55 лет. В остальных населенных пунктах прививаются только подлежащие контингенты, это работники сенокосов, сеновалов, механизаторы, работники зернотоков и элеваторов. Они все подвержены и могут заразиться при вдыхании, ну, на работе, при вдыхании пыли, как уже было сказано. И прививки проводятся против тулеремии каждые пять лет. Одной прививки хватает на поддержание иммунитета в течение пяти лет. Ну, и общие правила для тех, кто не получает такие прививки, это правильное хранение наших продуктов питания, борьба с грызунами. Если у вас на территории много грызунов, на вашей домашней территории, значит, их надо как-то бороться с ними, значит, проводить диротизационные мероприятия, уничтожения. Нужно защищать свои продукты питания в погребах, заделывать все трещины, дыры, откуда могут поселиться и грызуны, и заражать ваши запасы. И, конечно, правильная обработка продуктов. Это тщательное мытье продуктов перед употреблением и достаточная по времени термическая обработка. Если все эти меры будут примениматься, то толеремия никому не страшна. Спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, можете задавать.